как только растает снег давайте отправимся на весенний луг по которому бегут потоки талой воды на краю луга мы с вами обязательно встретим растение которое расцветает самым первым сначала вы увидите небольшие округлые листочки которые поблизкивают на солнце этих листочков с каждым днем будет все больше и больше и очень скоро они выстелят лужок нежно-зеленым ковриком а на дне зажгутся желтые огоньки ярких будто покрытых лаком красивых цветов и пчелы жуки и мухи недавно пробудившиеся от зимнего сна заспешат к первым весенним цветам за пыльцой и нектаром раскрываются эти весенние цветы только в ясный солнечный день вечером вы не увидите никаких цветов они закрылись на ночь не отыщите вы желтых цветов и в дождливую погоду так цветы спасают себя от холода и непогоды растение что первым рассвело на весеннем лугу называется чистяком когда-то соком этого растения сводили бородавки отсюда и название чистяк мол чистит очищает кожу очень давно когда не было других средств чистяком лечились от цинги это такая болезнь которой часто болели моряки и путешественники питавшиеся в основном соленым мясом и рыбой и не получавшие достаточного количества витаминов но лечиться чистяком надо очень осторожно дело в том что растение это ядовито особенно ядовито она весной во время цветения поэтому не рвите чистяк не берите его в рот и не угощайте им домашних животных как все самые первые цветы чистяк цветет очень недолго наступит лето поднимутся по лугу и зацветут другие растения и небольшие листочки чистяка затеряются среди высокой густой травы к осени листья чистяка завянут но само растение не погибнет в земле у него останутся зимовать небольшие клубеньки что образовались на корнях как картофелины у картофельного куста придет весна начнет таять снег и из этих крошечных клубней появятся новые растения с красивыми желтыми цветами